Всем добрый день! Начинаем нашу работу. Сегодня у нас тема «Российская интеллигенция. Сегодня горе или счастье от ума?». В каком-то смысле это продолжение темы прошлого нашего заседания, когда, если вы помните, мы обсуждали, что такое невежество. По традиции, Ольга Мироновна, ваше слово первое. Очень дорогие друзья, дорогие верные друзья, участники нашего Зиновьевского клуба. Я с самого начала хотела бы обратить ваше внимание, что в воскресенье, 25 февраля, мы провожали, мы прощались с Валентином Михайловичем Фалином. Почетным, первым почетным членом нашего клуба. Я прошу всех вас встать и почтить память выдающегося сына, удивительного человека, нашего друга. Спасибо. Сегодняшнее заседание Зиновьевского клуба мы решили посвятить памяти Валентина Михайловича, человека уникального в российском интеллектуальном пространстве, в российском гражданском пространстве. человека, благодаря существованию которого, благодаря верной службе которого, про нашу страну нельзя стопроцентно сказать, что она погибла. У России были такие сыновья, предсказания, мнения которых не очень ценили, избегали слышать их, не следовать их советам и предостережениям. И вот Валентина Михайловича вместе с Александром Александровичем, вот они принадлежали к породе, к когорте, тех, кого не слушали. Вернее, слушали на каких-то участках, отдельных участках жизненного пути, профессионального пути. Но когда речь шла о принципиальном, когда речь зашла о судьбе нашей страны, Валентин Михайлович стал о весь рост и назвал вещи своими именами. Я хочу сказать, что, к счастью, Нина Анатольевна, человек, который сопровождал Валентина Михайловича в самые трудные времена его жизни, так же мужественно, как и он сам, прошла через все эти участки пути, это высокое достоинство. Высокое достоинство быть рядом с таким человеком, помогать ему быть и правым плечом, и левым плечом, и держать его на руках. Нина Анатольевна, я прошу вас выступить. Спасибо. Уважаемые участники Зиновьевского клуба, Ольга Мироновна, прежде всего я хочу вас поблагодарить за память о моем муже, и, как вот он точно бы сказал, спасибо за предоставленную мне возможность выступить. Вы знаете, я подумала, что мне обязательно нужно сказать, да я включила, именно рассказать о тех эпизодах из его жизни, свидетелям которых я была сама, и о которых вряд ли кто-то знает. В эти дни было очень много всего сказано, добрых слов и слов уважения. Я совсем о другом. Женский взгляд. Собраться довольно трудно, как вы понимаете, поэтому я прошу заранее прощения, если вы где-то услышите нестройность. Я уже говорила, что три самых главных качества сопровождали Фалина всю жизнь. Это совесть, ответственность и милосердие. И вот этому доказательство. Владимир Борисович Мюритенко напомнил недавно, как Валентин защищал Егора Яковлева. Фалин был тогда председателем правления АПН, Яковлев был его заместителем. И главным редактором газеты «Московские новости». Какой-то материал был очень неудачным с точки зрения высшего начальства, и Яковлева собирались снять с работы. Я была лично свидетелем того, как дома по телефону Валентина разговаривала с Александром Николаевичем Яковлевым. Он так сказал, если Яковлева уволят, Егора, я на следующий день подаю в отставку. Эта фраза мне очень знакома, он очень часто так говорил, и когда-то, 38 лет назад, это то же самое относилось и ко мне. Яковлев остался, как и оставались все те, кого он таким образом защищал. Он защищал очень многих людей, и я была свидетельницей не однажды, неоднократно, даже скорее множество раз, когда в самых разных неожиданных местах вдруг подходили люди и благодарили Фалина за то, что он их спас, за то, что он им помог, и так далее. Фалин при этом никогда не вел записей своих вот этих достижений, и он часто даже не помнил, за что. И люди сами рассказывали. Но надо сказать, что не все адекватно воспринимали эту поддержку, точнее, неадекватно восприняли ее в 1991 году после так называемого путча, когда у шести членов секретарей ЦК были проведены дома показательные обыски, в том числе и у нас. И вот единственным человеком, кто выступил с протестом в Верховном Совете против нарушения депутатского иммунитета был Фалин. Но это имело потом для него такие очень тяжелые последствия, потому что кто-то, может быть, помнит, что начались гонения, такие страшные кампании в печати, в частности, обвиняли в том, что он украл, увел деньги партии за границу, ну и много всякого там, печатал поддельные документы и так далее. В это время мы уже жили в Германии и в общем возможности напрямую защитить себя у него не было. Но он это сделал. Он это сделал, когда его вызвали на конституционный суд в 92-м году. В качестве свидетеля суд тогда решал судьбу компартии. Все друзья русские и немецкие уговаривали его не лететь, потому что боялись провокаций и ходили слухи еще и до этого, что его арестуют на аэродроме и так далее. Но он все равно сказал, что он летит. И вот я могу сказать с огромным удовлетворением, что в этот момент я была единственной, кто его поддержал, потому что просто было понятно, что он иначе погибнет, если он не сможет отстоять честь свою, своих друзей, родственников своей страны, своей партии в конце концов. или, так скажем, большинства членов партии, но тех, которые не сжигали свои билеты. Он полетел, и, да, у него Вилли Брандт дал ему еще так называемое охранное письмо. Я нашла его не так давно. В этом письме Брандт просто указывал на заслуги Фалина в налаживании дружеских отношений между двумя народами. Ну, и то, что это повлияло также и на международную обстановку. Тем не менее, Валентин не прилетел в назначенный день. В общем, как мне кажется, достаточно надуманному предлогу. У него отобрали диппаспорт, по которому его пропустили в страну, а выпустить уже не захотели. Сказали, что паспорт этот недействителен. Ему потом звонил министр Козырев, и они уладили этот вопрос, и на следующий день Валер вернулся. Ну, это вот просто указание, свидетельство того, насколько совесть и честь дороги были ему всегда. он очень любил, он очень любил и очень уважал, и очень трогательно относился к интеллигенции. Он всегда защищал, всячески защищал всех своих знакомых и даже не очень знакомых деятелей культуры, некоторые из которых пользовались этим просто чисто временно, а потом как-то забывали. Но этих было немного, правда, надо сказать, что этих было немного. Борис Борис Петровский, с которым Валю очень дружен был, говорил так, когда его избирали кандидатом депутата Верховного Совета, когда он баллотировался точнее на собрании, где Борис Борисович был доверенным лицом Фалина, он так сказал, если какой-то трудный вопрос встает перед Эрмитажем и он идет в Министерство культуры или к секретарю ЦК по культурным вопросам, те обычно говорили, идите к Фалину, Фалин поможет. Фалин действительно помогал, и он делал удивительные вещи, которые, казалось бы, ему и не надо было делать, совсем не его задача, но вот он по совести жил и испытывал ответственность за все, что его окружает. Был такой удивительный случай, когда Павел Дмитриевич Корин, с которым Валя тоже дружил, однажды попросил его помочь устроить выставку его работ к этой несостоявшейся огромной картине «Русь уходящая», которую, кстати, Горький, это с рассказом Павла Дмитриевича, предлагал, сначала Павел Дмитриевич хотел назвать ее реквием, но Горький сказал слово непонятное, иностранное, назовем «Русь уходящая». Это все было во времена, когда Хрущев был первым секретарем, и понятно, что раз уж он обещал показать последнего Папа, и картины, где весь человеческий рост изображены священнослужители вот этой уходящей Руси, ну, это вряд ли можно было пробить. Тем не менее, Валентин плел там такие хитрые заговоры, подключил к этой работе своих коллег, и в конце концов удалось показать эту выставку у нас, и, правда, в Академии художеств, не в Третьяковке. Что касается Александра Дмитриевича Корина, то тут тоже такая забавная история. Я рассказываю очень коротко, знаете, вот так просто как стенограмма, на самом деле все это полно всевозможных деталей, я не буду вас загружать всем этим. Когда умерла вдова Александра Дмитриевича Корина, ее не хотели похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с мужем. И последний аргумент, который Валя использовал, он так спросил, мне положено там место, да, положено, но считайте, что я свое место отдаю вдове Корину, их похоронили рядом. Ну, много еще можно говорить. Он защищал не только живых, но и память ушедших. Я помню, когда скончался Георгий Васильевич Свиридов, один из наших известных достаточно композиторов написал в Шпигеле пасквильную статью, смысл которой заключался в том, что Свиридов писал ораторий для партии, правительства, ну, в общем, такой человек. И вдова Свиридова позвонила нам Вале в Гамбург, и Вале написал о провержении в Шпигеле. То же самое касалось и Феликса Евгеньевича Вишневского, знаменитого нашего собирателя, коллекционера и основателя музея Тропинина. Это, собственно, первый городской музей в советское время. Вале спасал его от ареста. Евгений Феликс Евгеньевич к тому времени уже дважды имел за плечами вот это сидение по абсолютно надуманным предлогам. Один, например, такой в молодости за то, что он спасал вещи для бывших владельцев. Теперь эти вещи, принадлежавшие Борису Годунову, Ивану Грозному, они хранятся в оружейной палате. И когда в оружейной палате Феликс Евгеньевич иногда проводил экскурсию, он говорил, вот за эти вещи я сидел в тюрьме. Ну вот третий раз, слава Богу, удалось избежать благодаря Вале. Это абсолютно точно его была в этом заслуга. А когда не стало Феликса Евгеньевича, то же самое, вот точно так же писали какие-то совершенно непонятные вещи, и Валь мой тут же, как лев, вступился за память друга. Я всех журналистов прошу обратить на это внимание, как он боролся за честное имя людей, которые не могут себя защитить. Сейчас все нормально. Но не только это. Он всегда ходил по лезвию ножа. Его недаром немцы называли специалистом хождения по лезвию ножа. когда суперразведчик Маркус Вольф находился под домашним арестом в Берлине, и ему запрещено было покидать пределы своего квартала, он находился под наблюдением, естественно, в начале 90-х годов было. Мы приехали, говорю мы просто, потому что я была с ним рядом, на самом деле это Валя. Мы приехали из Гамбурга в Берлин специально для того, чтобы навестить Маркуса Вольфа в его берлинской квартире. Мне, честно говоря, было страшно. Ну, вот обошлось. Есть много примеров. Я не буду их продолжать, чтобы не перенапрягать вас этими деталями. Ну, если у кого-то будет интерес, я могу много другого рассказать. Неважно. Теперь самое главное и самое трудное для меня. Валя умел дружить. Ну, вот я уже показала, да, рассказала об этом. но он также очень талантлив был не только в дружбе, но и в любви. И 38 лет до самой последней минуты, когда мы с ним прощались, он эту любовь нес и ни разу не уронил. 38 лет назад еще мы не были женаты, он написал мне стихотворение, которое, мне кажется, ну, вот он его пронес в своей голове, в своем сердце и в своих поступках через всю жизнь. Начало было такое, что есть любовь, а заканчивалось оно так. По мне, любовь без копоти огонь, несущий людям свет, тепло, прозрение, мир сделать совершеннее стремление, хотя бы для двоих, хотя бы на миг. Была бы власть моя над всем, что происходит в поднебесье, презрев законы мелкобесия, я бы сделал этот миг безбрежным, бесконечным, чтоб трепетным велением своим, он выправлял волнение морей и мир навстречу с каждой зарей вел в платье подвенечным, а в час заката воскликнуть мог любовь вершина бытия, такой готов отдаться я, или вовсе нет тебя. Это все. Спасибо, Нина Анатольевна. Ну, наверное, нужно приступить уже к обсуждению темы, но все-таки как нам перейти вот от памятной части нашей мероприятии, к, собственно, обсуждению темы. Я буквально, может быть, два слова скажу в качестве такой связки. Вот Нина Анатольевна как бы назвала эту триаду, да, которая была жизненным кредо Валентина Михайловича совесть, ответственность и милосердие. С моей точки зрения, вот это как бы три таких качества, признака настоящего интеллигента. В особенности вот очень важное слово совесть. Сейчас, в принципе, как-то дискуссии особо нет над тем, что такое интеллигенция. Мы помним в 90-е годы, когда все били себя в грудь, называли интеллигентом, но возникло такое вот понятие, как образованец. И вроде бы разобрались, что образованец человек, который грамотный, образованный, с кругозором широким, но без совести. А интеллигент, может быть, не обязательно ошибко образованный, но это вот человек с совестью. Ну, время расставило все на свои места, появилось такое понятие, как креативный класс, то есть образованцы, всякие творческие люди, которые не утруждают себя совестью, с радостью приняли этот термин для самоидентификации, да, а вот уже интеллигенции оставили вот это все, да, и совести, милосердие, и все остальное. Вот. Ну, в общем, вот давайте обсуждать тему интеллигенции сегодня, что это такое, и в принципе это радость или горе. Может быть, для постановки проблемы я попросил бы вот Владимира начать, да, Семеновна, это директор Боголюбовской библиотеки, в прошлом депутат Государственной Думы, вот, и потом вот Михаила Васильевича попросил бы тоже, да, спасибо. Я извиняюсь, регламент у нас вот для основных таких установочных выступлений ратировочно 8, максимум 10 минут, еще попросил бы вот присутствующих наших всех гостей все-таки телефон отключить, потому что я предупреждал вначале, у нас была памятная часть, ну, раз 8, наверное, звонили, разный телефон, пожалуйста, отключить. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Ну, действительно, да, очень ответственная задача. Я попробую высказать соображение на тему того, что, вот, в связи с поставленной темой, что мы мы и государство делаем для взращивания вот этой интеллигенции. И, по факту, ну, как бы у нас, собственно, сегодняшний вопрос – это вот государство и интеллигенция. Ну, не секрет, что культура и искусство, они являются движущими силами как революции, так и вообще взращивания какой-то критической массы общественного недовольства, стилистической критики власти, переоценки смыслов и переоценки культурных кодов. Вот. И события последних лет, они демонстрируют, что, ну, сегодня именно лидеры общественного мнения из среды либеральных, либеральных деятелей культуры и креативного класса стали основной ударной силой против традиционных ценностей государства в новом медиапространстве. И здесь основная опора – это социальные сети, глянцевые журналы, интернет, СМИ, которые всем известны. Вот. И на этом фоне мы, к сожалению, можем констатировать, что работа с новым поколением пророссийский государственно настроенного так называемого креативного класса, в данном случае я бы назвал его творческий класс, эта работа, ну, практически вообще не ведётся. То есть полностью отсутствует инфраструктура поддержки новых молодёжных инициатив, каких-то стартапов в области искусства. И сегодня, к сожалению, творческая молодёжь, она чувствует себя, ну, абсолютно брошенной и, в принципе, ненужной государству, которое, ну, просто не готово предложить какой-то эффективный механизм поддержки и встраивания нового творческого поколения в вертикаль управления культурными процессами. И в итоге мы видим, что патриотически настроенное молодое поколение, которое стремится к самореализации в сфере культуры, оно сегодня себя, ну, по факту ощущает ненужным, не имея возможности самостоятельно произвести какой-то качественный рывок, и оно или обречено на маргинализацию, или на окончательное просто вытеснение из сколько-нибудь значимого культурного поля. Вот, ну, во-первых, невостребованные поколения, ну, просто или теряют веру в себя, в государство, которое демонстрирует свою, ну, индифферентность, вот, и оно становится поистине потерянным поколением, то есть те, кто мог бы и рад бы служить своему отечеству, но просто не имеет возможности, потому что эта служба никому не нужна, и просто государству не дошли руки. Ну, или, во-вторых, это поколение, в принципе, может стать достаточно привлекательным объектом для, как для праворадикальных движений, вот, также и для крайних либеральных, которые в условиях дестабилизации ситуации, ну, могут реально представлять угрозу для государства. И, в результате, ну, наверное, страна рискует потерять, ну, ту самую качественную и перспективную опору интеллигенции, которая способна понять и сформулировать вот ту самую национальную идею, которую мы ищем. Национальная идея, основанная на патриотизме и традициях, но не в ретроградском понимании, а в контексте традиций, ориентированных на будущее. И, ну, наверное, для формирования нового культурного мейнстрима, какого-то творческого фундамента, основанного на ценностях патриотизма, высокого искусства и традиции, необходимо формирование механизмов работающего социального лифта в сфере культуры и искусства. Сегодня вот как бы очень новое востребованное понятие стал социальный лифт, но этот социальный лифт, он должен иметь прочный ценностный фундамент, потому что он призван сформулировать высококачественный продукт, то есть молодых лидеров общественного мнения и сферы культуры как эффективной опоры государства. Здесь я хочу напомнить нам чуть-чуть небольшой пример из недавней истории. В 99-м году группой политтехнологов во главе с Гельманом был сформулирован проект «Неофициальная Москва», который ставил вроде бы с одной стороны местечковую задачу создать альтернативу тогдашнему мэру Лужкову на выборах, но по сути решил важнейшую задачу сформировать новый пласт творческого, креативного, либерального поколения, который действительно был поддержан, который почувствовал на тот момент свою востребованность и который вроде бы под временные выборные истории был сформирован. Это было поддержано и каким-то рыночным механизмом в виде частных галерей, которые все это активно поддерживают. И в результате этот проект стал таким важнейшим механизмом формирования политической элиты нашего креативного класса на ближайшие десятилетия. И по сути тот креативный класс, который мы сегодня имеем, в принципе он был сформирован вот на тот момент этим проектом. и по сути эта стартовая платформа дала возможность сформировать некий культурный прорыв и культурное лицо страны на то десятилетие. То, что мы сегодня имеем, с чем мы сегодня сталкиваемся. Наверное, сегодня мы должны говорить о том, что нам нужна какая-то принципиальная перезагрузка. для 20-го века вообще стала неактуальной мысль, что настоящее искусство возможно только если художник идет против течения. И в 20-21 веке те агрессивные методы, которыми пользуются массовые культуры и на которых построена цивилизация, они оказывают настолько мощное воздействие на образ мысли, на жизнь человека, что если человек не способен включиться в эту индустрию, то он погибает. И поэтому необходим проект, который призван оказать содействие развитию новой востребованной государством и обществом именно индустрии высокого традиционного искусства. То есть необходим социальный лифт, который предложит высокую планку оценки проектов, требующих поддержки, так как речь идет о формировании идеологически нового поколения культурной элиты страны. То есть например, в сфере традиционного искусства есть христианские ориентированные направления, но они очень часто, они псевдоправославные, они сусально слащавые. И какой-то традиционализм в плохом смысле этого слова. То есть именно необходима принципиальная перезагрузка оценки традиционного искусства, поддерживаемых и взращиваемых государством проектов искусства, как с учетом содержания, так и качественных и стилистических характеристик проектов. И мне кажется, что как раз Зиновьевский клуб, он мог бы стать вот той нишей, той платформой, которая могла бы сформировать вот этот проект формирования новой интеллигенции. И очень знаково, что очень важно, что на нашей встрече присутствует Никита Сергеевич Михалков, потому что действительно мы говорим о государственной важной задачи, которую нужно формулировать на уровне руководства страны. И как первый шаг, если мы говорим о таком новом вызове, это может быть какой-то проект, вспоминая подобный 1999 году, с новым наполнением, новым ценностным содержанием, которое охватит все направления. И современное искусство, которое есть не только искусство, с неким направлением вниз, но искусство с высокими задачами, и естественно кинематограф, как основной сегодня, одно из самых востребованных направлений, и литература, и музыка. Спасибо большое. Спасибо, Владимир. Вы, смелый человек, попали в зону риска. Я вас сразу предупреждаю, да. Ну, регламент у нас такой, сейчас вот второе выступление прозвучит, и потом мы зададим вопрос члена клуба вот двум нашим выступающим. Михаил Васильевич, пожалуйста. Дорогие друзья, я уже высказывал здесь эту мысль, я сейчас ее повторю. Мысль эта заключается в том, что мы являемся свидетелями, в общем-то, уже финала, агонии русской интеллигенции сегодня, потому что большинство из тех людей, кто говорит о себе, как о русском интеллигенте, в городах особенно, но не только в городах, я живу в сельской местности, я тоже это вижу, они будут продолжать вам говорить, что они выросли, воспитаны на принципах русской классики, русской классической литературы, русского понимания интеллигентности и так далее, и детей своих также будут воспитывать, но когда они в жизни встретят человека, который соответствует идеалу русской классической литературы, то есть он не стяжатель, он понимает разрушающую силу денег, у него в конце концов, это самое главное, я не буду продолжать другие черты русского классического идеала, есть чувство вины перед народом, он скажет, да подождите, это какой-то неудачник, такому человеку нет места в нашей сегодняшней жизни, и уж точно я бы не хотел, чтобы мои дети были такими, и жили по этим принципам русской классической литературы, а сам-то я, конечно, воспитан на русской классике, и это для нас все русская классическая литература, вот эта шизофрения, она уже многократно не доводила до добра, а сегодня, ну, мы видим такой, ну, как бы пародийный уже вариант проявления вот этого в недавнем выступлении актера Серебрякова, который заговорил о хамстве, как мне написала одна его и моя знакомая, да, говорит, конечно, Леша, тут, наверное, услышал от жены на кухне, и потом пересказал прессе, значит, вот эту мысль, то есть, ну, он-то говорил о хамстве, не понимает, что такое хамство, и кто такой хам, вот, а хамы-то, они вот, прямо у нас в пересрочное время, в последнее, все массово, так сказать, с полного верха себя проявили, потому что принцип был такой, показать неприглядность своих отцов, не отвернуться, как старшие сыновья, не пойти спиной к пьяному и неприглядному и отвратительному отцу, а не только, значит, посмеяться, но и другим рассказать о том, как этот отец отвратителен. Это точно, конечно, была не черта русской интеллигенции, но занимались этим хамством как раз те, кто себя и причислял главным образом к русской интеллигенции. Поиск совестливости в отношении к жизни, он очень волнует людей. Вот моя статья о этом эпизоде, она не о Серебрякове, она больше даже, кстати, о Серебряном веке, как это ни странно, вот сочетание такое. Я скажу сейчас, почему о Серебряном веке. Она собрала в три раза больше читателей, чем обычно собирают мои статьи политические, даже на самые острые темы. Я в это же время писал статью по Украине, она собрала в пять раз меньше, чем статья о Серебрякове, о проблеме совести, о интеллигентности, вот в том смысле, как мы сейчас об этом говорим. Почему о Серебряном веке? Потому что тогда появилась эта, произошла вот эта отвратительная метаморфоза, когда русские интеллектуалы вместо того, чтобы себя считать виноватыми за то, в каком состоянии находится народ, стали говорить о вине народа. Он и не культурный, он и не образованный, он и грязный, он и не понимает своей судьбы и не понимает своего счастья, что мы такие умные, образованные, либо сами им правим, либо обслуживаем тех, кто им правит. И сидел бы тихо и спокойно. Сегодня мы это наблюдаем вот в таких фашистующих проявлениях современной либеральной так называемой интеллигенции, когда она говорит, что демократия это уже не правление большинства, а правление лучших, каких лучших, кто их отобрал лучших, почему они самые лучшие. Вот, что только те, кто понимают смысл происходящего, должны составлять какие-то программы, советовать вождям и так далее и тому подобное. Вот это социальная сегрегация, но у нас общество социальной сегрегации сегодня, и оно является естественной частью этой системы, созданной после 1991 года, социальная сегрегация и, в общем-то, от нее недалеко до более худших проявлений в извеличивании определенных социальных групп или политических групп, ну, я надеюсь, не национальных групп людей. Вот, тогда это проявилось, это, ну, наиболее характерный пример был Булгакова, которым все мы зачитывались в юности, я помню, мне мама из Франции в позднее советское время привезла книжечку такую с купюрами, значит, там было все курсивом, то, что вырезала советская цензура, там, значит, полный текст соответствующим образом был обозначен. Тогда мы были мало образованы, мало понимали, что Булгаков дуалист, что он, что эта мысль о том, что зло в такой же мере нужно миру, как и добро, и что добро без зла не проживет, она абсолютно не соответствует православному пониманию мира. Но именно его нам подсовывали. Когда появилась русская религиозная философия в конце 80-х годов, и мы начали ее читать, кого мы первым начали читать? Мы начали первым читать Владимира Сергеевича Соловьева, большой такой был двухтомник, если люди помнят, тогда купивший этот двухтомник. И что первое у Владимира Сергеевича было, это вселенская сеть, это общечеловечность, это критика Николая Яковлевича Данилевского и его теории культурно-исторических типов. Мы зачитывались Бердяевым, а сегодня мы знаем, что именно Бердяев уже в конце 20-х, начале 30-х годов родил эту идею о том, что коммунизм надо приравнять к фашизму. И тогда американцы через имка начали активно продвигать ее дальше, вперед. Потом эта же имка обрабатывала Солженицына, которого мы сейчас будем широко отмечать 200-летие и так далее. Понимаете, я думаю, что вот эта совестливость она нужна в интеллектуальном отношении, в умственном отношении, в честном отношении к явлениям нашей истории и нашей действительности. вот два вида вот мы говорили о православии, я на этом завершу. Честный взгляд на историю, я считаю, это самое главное, что есть в формировании русского думающего человека. Вот с двумя батюшками в последнее время пришлось говорить, значит, оба очень критически настроены к советскому времени, значит, оба требуют покаяния и говорят, что пока не покаемся, пока не осудим, пока вот это вот советское время и антихриста или... А, а с одним-то был разговор по поводу моей статьи о Валентине Михайловиче, который под заголовок я дал, ленинец и христианин. Как же такое может быть? Это же антихрист и ленин. Как же можно рядом поставить-то это слово со словом христианин? Его же надо изничтожить и осудить. И только когда осудим, тогда все... Я говорю, подожди, друг, дорогой, а как же мы должны сначала осудить Ирода за его страшные репрессии, от которых и я сам чуть было не пострадал, Иисус Христос. Ведь всех младенцев уничтожили. Надо бы ему было тогда... Вот покажи мне такое место, где оно в Евангелии, где написано, что сначала осудим предыдущую власть, а потом будет Царствие Божие. И вот, вы знаете, один просто перестал со мной общаться, разъярился и сказал, что я ничего не понимаю, а второй задумался. Вот кто из них больше интеллигент. Спасибо. Давайте минут пять уделим ответу на вопросы. Короткий вопрос, короткий ответ. У кого есть какие-то вопросы к нашим выступающим? Дмитрий, ты порвался. Эти выступления... Вопросы очень трудно задать вопросы, потому что оба выступления герметичны, на самом деле. Задавать вопросы можно только выстроить оппозицию. Я про первый доклад у меня один вопрос. Вам денег дать, что ли? Ну, денег дать должно государство. Я понял, выступление, первый доклад, дать денег, чтобы можно было опять какие-то люди. Вы теперь вместо Гельмана будете эти деньги распределять среди этих креативного класса. Вопрос понятен. Ну, просто если задавать вопросы, он возникает только один из этого доклада. Если вы считаете, что у нас прекрасно поддерживается культурная молодежь, прекрасно формируется и государство все делает для того, чтобы этот пласт был сформирован, ну, наверное, да, действительно, ничего делать не надо. Но если это, то, к сожалению, наверное, построить культурную индустрию, термин, о котором мы сегодня говорим, ну, к сожалению, без вложений государства в эту сферу... Государство сколько может, столько вкладывает. Хотелось бы больше. Но вы поймите... Ну, если вы знаете примеры такого, то это замечательно. Да, я знаю, таких примеров... Полно примеров. От Сириуса до работы фонда кино. Огромные объемы вкладываются в театры, в том числе, которые не нужны с моей личной точки зрения. Но я свою личную точку зрения убрал далеко отсюда. Но это огромные деньги, которые вкладываются в современный театр. Огромные. Российское кино... Если вы имеете в виду Райкина, если вы имеете в виду Серебрякова, то гигантские деньги, согласно. Нет, подождите, огромные деньги. Вам не нравится Райкин? Вы ходите на демонстрацию против Райкина. Но не утверждайте, что вам денег не дают. Мне Райкин тоже не нравится. И Серебрякова мне не нравится. Не Серебряков, а Серебряков. Ну, просто... Понимаете, вот... Серебрянин. И оба, оба два. Оба два. Это не... Понимаете, Продолжение следует... 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 Фалин, который у нас очень профессиональный историк и так далее, тоже не нуждался в клубе. В принципе, идеологическая вещь, она либо производится в какой-то корпорации единомышленников, либо это в удел гениев. Клуб – публичная площадка. Не случайно он проходит в Агентство России сегодня, поэтому он открыт для тех, кто с идеологией приходит. Например, у вас есть что сказать по идеологии? Ради Бога, вы делаете доклад, и он обсуждается. Поэтому на самом деле задача очень скромная. Вот тема обозначена, но тем много, я уже говорил о том, что 40 тем самых разных обсуждалось. Одни темы более-менее содержательно обсуждались, иногда впустую, иногда чуть не драки происходили на заседании клуба. В данном случае мы обсуждаем эту тему с разных сторон. Выясняется, что три человека, двое выступили с своими сообщениями, один с репликой, но уже разница в подходах видна. И тут никакой общей идеологии быть не может. Ну, Михаил Васильевич, поскольку вы выступающий, может быть, вы добавите что-то к вопросу, к ответу на вопрос. Я, вы знаете, давно исчерпал уважение к любым написанным концепциям, доктринам и предложениям. Я последние 10 лет на службе в МИДе писал постоянно записки президента. По важнейшему вопросу нашей внешней политики, отношениям с Прибалтикой, положениям наших соотечественников и так далее и тому подобное. И на них приходили замечательные резолюции. Да, действуем, там все. Но либо очень мало что делалось, либо потом в финальный момент совершенно, и, кстати, мы можем это обсудить в контексте Валентина Михайловича, как когда-то, как у нас принимаются внешнеполитические решения до сих пор, как они принимались в советское время, вообще механизм, как это работает, кто у нас главное ведомство и так далее. Так вот, вмешивались силы на уровне далеко выше МИДа, которые ломали самые замечательные схемы и не давали осуществиться самым замечательным предложением. И в 2005 году, я не перестану повторять это слово, потому что оно мне стоило дело моей жизни в той, как бы, ипостаси, в которой я его делал в МИДе, значит, отказались от очень хороших концепций, очень хороших предложений, подставились, получили по мордям от Прибалтов и от западников и продолжаем получать до сих пор, даже выводя оттуда транзит. Но они-то, мы выводим транзит, а они вводят танки. И тут еще надо подумать, что, как сказать, дашь-на-дашь. Вот, поэтому, значит, никогда больше в жизни не буду писать никаких концепций, ни предложений, ни идей, и пытаться сделать руководителей немножко умнее. Это пустое дело. Потому что кто-то найдется и все равно, в любом случае, как мне товарищ сказал, а, остаешься на госслужбе, значит, оставайся. Только через 20 лет человек, который это 20 лет делал деньги, твои умные мысли просто рублем перешибет на самом последнем этапе, так сказать, перед руководством. И сделают так, как надо ему, богатею, и толстосуму, а не тебе, честному государству. Давайте раскулачим всех, и будет вопрос решен. Нет, не надо. Вопрос правильный, Никита Сергеевич, понимаете? Я могу сказать... Переходим к выступлению. Поэтому дайте я сейчас завершу сначала, да? Ну, завершите. Я же не у вас на передаче, вы меня не можете здесь перебивать, как у ваших выступающих? Не буду. Никогда не пойду на эту передачу. Да. Поэтому ждите, дайте мне выступить. Никто же вас не зовет. Так вот, я Никита Сергеевич просто хочу сказать. Здесь есть разные люди с разным жизненным опытом. Я вот, например, никогда больше не буду писать никакие концепции. Но выступать и призывать людей к трезвомыслию, к правильному взгляду, и, может быть, не очень стройно, а скорее в импрессионистическом ключе, помогать им создать более адекватную картину мира сегодняшнего, да, буду стараться это делать. Вот в том числе использую вот эту вот площадку Зиновьевского клуба. Спасибо. Да, ну это ваше мнение. Хорошо. Давайте приступим к обсуждению, да, с вопросами разобрались. Кто первый? Медлитый? Да, давайте. Нет, он первый заявился, потом Павел. Вопрос, на мой взгляд, важный, принципиальный, про интеллигенцию, да, регламент 5 минут у нас. И про ум. Почему мы считаем, что ум – это исключительная характеристика интеллигенции? Откуда у нас это вообще взялось? Давайте ответим на вопрос. Все начали так выступать, вроде как бы по теме. А у нас есть представление, понятие, что такое ум, что мы имеем в виду? Ну, что такое ум, от которого то ли горе, то ли счастье? У какого-то кластера людей в нашем обществе. Ну, не обсудив этого, по-моему, странно делиться, пытаться что-то кому-то объяснить. Потому что непонятно, действительно, здесь, Никита Сергеевич, вы правы, непонятно, зачем мы собрались. На стене написано одно, два выступления к этому вроде не имеют никакого отношения. Это первое, что я зафиксировал, к тому, что там написано. Вот, поэтому возникает странное чувство, а что ты, собственно, тут делаешь? Я, собственно, им так горячо и поделился, извините меня за импульсы. Мне кажется, что ум это такая специфическая субстанция, которая позволяет индивидууму, человеку и обществу в целом сохранять адекватность. Адекватность текущей ситуации. Например, вот когда мы здесь собрались, надо быть адекватным. Потому что мы собрались, потому что написано на стене, тому, какие люди сюда приходят. Но и предельная адекватность, это адекватность исторической ситуации, историческому выбору. В принципе, можно говорить о такой категории, как русский ум, да, там, ум народа, ум нации политической. Когда нация демонстрирует свою адекватность истории. Ну, для меня это некоторое предельное полагание ума. Вот, введя эти две сущности, индивидуальную и коллективную, я могу задаться вопросом. А при чем здесь интеллигенция? Потому что, если пользоваться теми отнесениями, которые уважаемый Димурин сделал, про ту, якобы, идеальную интеллигенцию, я могу сказать, ну, так там же ровно наоборот. Это образец неадекватности тотальной. Образец тотальной неадекватности, начиная с начала 20 века и заканчивая распадом Советского Союза. Потому что, в принципе, эти группы социальные развалили две, ну, великие и большие империи, на самом деле. Какая вторая группа? Одна интеллигенция? Нет, ну, группа начала 20 века одна и та же, и группа конца 20 века, там, 80-х годов. И, вроде бы, это прямо противоречит понятию ума, потому что это люди без ума. Они вели себя неадекватно, и мы можем сейчас это сказать прямо. Потому что, если разбирать революцию 17-го года во всех ее проявлениях и роль, которую сыграли те, кто называли себя интеллигенцией, Ну, точно, адекватность там установить не получится. Ну, а конец 80-х, для меня, апогей, известный съезд кинематографистов, на который один Михалков почему-то защищал советский кинематограф. Один единственный, а все остальные были интеллигенцией там. И что они требовали? Они требовали свободы и партия, да и порулить. Сначала они сказали это на съезде, а потом это сказала улица. Потому что, видите, вроде им же молиться надо, они же совесть. Они же ум. Ну, когда они сказали это на съезде, то тебе на улице сказали, ну вот, все. И что мы там ищем? Мы ищем адекватность. Что мы собираемся возрождать? Вот то, что вы говорили, извините, что я так резко отреагировал. Куда-то мы там собираемся деньги вкладывать. Много вкладываем, а все получается или сребрянников, или сребряков. Так мы еще больше должны вложить. Но справедливости ради, извините, рядом получается «Легенда 17», «Движение вверх» и еще 4-5 фильмов, за которые можно гордиться. Это же тоже получается? Так может не в количестве денег вопрос, а в разумности вложения? И может быть управленческий талант или продюсерский талант, это не вопрос интеллигенции, а может ее надо оттуда убрать вообще, интеллигенцию, чтобы она там фантазиями не страдала. А поставить людей, которые работать будут, может быть вопрос в этом? Ну, спасибо, что вы поддержали. Важнейшая характеристика этой самой интеллигенции – это фантазирующий люмпин. Потому что есть люмпин пьющий или гуляющий, а есть люмпин фантазирующий. Вот интеллигенция – это фантазирующий люмпин. У него очень бурная фантазия. Он все время навязывает всем остальным эти свои фантазии. Он все время растачивает лодку. Ну, друзья мои, да. Я просто, опять же, извините меня за эмоции, я уже заканчиваю, но я просто призываю уважаемых коллег и всех, кто нас видит сейчас так в интернете. Ну, прежде чем проваливаться внутрь и начинать обсуждать, ну там, деньги или свободу, или что у нас все плохо, ну, сначала задайте себе вопрос, что мы здесь делаем и что мы обсуждаем. Ну, чтобы самим хотя бы этот ум или, как я сказал, адекватность сохранять. Спасибо большое. Я, прошу прощения, одну минуту, просто, чтобы не осталось неправильного понимания. Я признателен Дмитрию Евгеньевичу, что он развил мою мысль о том, что интеллигенция начала XX века и конца XX века была абсолютно неадекватной. Я напомню, что я дословно сказал, что именно эта интеллигенция сломала идеал XIX века. И отношение русских классиков, и их совестливые чувства вины перед народом. И дальше я развил это через Булгакова. Поэтому, почему вы в мой адрес отнесли критику в адрес интеллигенции? Я ее сам очень не люблю. Спасибо. Ну, я просто сомневаюсь, что был в XIX веке идеал. Так, секундочку, сейчас. Давайте по очереди. Нет, у нас есть регламент. Коллеги, подождите там, гости. Извините. У нас выступление членов клуба сейчас. Я не член клуба, поэтому... Не, ну, не важно, те, кто сидит за столом. Давайте. Вы знаете, я хочу вам сказать новую историю. Вот мы говорим про интеллигенцию, интеллигенция. Поминаем Строва, Булгакова, великих людей. В 43-м году солдат получил отпуск и поехал домой, под Вологду, в деревню Ирхина, Кубинского района. Зима, он ехал на поезде, там, 5 суток или 7 суток, потом ехал на грузовике, потом на луну, короче говоря, он добирается до места, куда уже, где деревня близко, и вознится, который вез, говорит, ну, это все дальше не могу, давай, и там, 5 километров еще пешком. Ночь, Вологда, зима, февраль, 28 градусов. Он приходит к своему дому, спит в деревне, стучит в окошко, Настасья, жена его, просыпается, двое детей спит, подходит к окошку, отдышала пятачок и смотрит. Видит там своего Толю. И решает, что это сон. До рассвета он сидел напротив нее у окна и не будил ее. Что это? Интеллигентность? Поймите, это принципиальная основа, это принципиальная основа того, что мы обязаны чувствовать и сохранять. Потому что все остальное, ну, конечно, так сказать, и образование, чтение, все такое, но если не будет понимания, ну, вот, возможно ли это представить себе, чтобы это произошло с финским солдатом? Как говорят про финского лыжника, когда он приходит домой из фронта, сначала он спит с женой, потом снимает лыжи. Но это же потрясающее, абсолютно потрясающее представление, ощущение себя во времени и пространстве, когда вот это фольклорное отношение к жизни, а это фольклорное отношение, он не будет ее, он ее не будет, потому что это сказка, он не разрушает ее сказку. Они оба живут в этом, он на морозе стоит, сейчас, вместо того, чтобы домой, в 100 грамм, жена, дети и так далее. Он тянет это счастье, это предвкушение. Я понимаю, что это не имеет никакого отношения к настоящему данному разговору, понимаете? Но если это не будет основой, вот эта основа, в решении всех вопросов, образовательных, идеологических, экономических, ну и так далее, и так далее, всех вопросов, если в основе этого не будет понимания того, что почему этот человек ведет себя так и не по-другому, все остальное будет плавать, меняться, приходить новое, так сказать, с новыми идеями, по-другому оценивать прошлое в результате, как я, ну тоже потрясающая вещь, я по радио услышал абсолютно новую, так сказать, точку зрения на относительно гибели царевича Дмитрия. И я звоню Юре Лощицу, такой писатель есть наверняка, вы знаете его, я говорю, Юра, вот так и так, ты можешь себе представить, такая вот новая, есть концепция, он так меня слушает, молчит, а что ты молчишь, ты меня слышишь? Я говорю, да, слышу. Я говорю, что интересно, он говорит, нет. Я говорю, почему? А он говорит, а ты знаешь, мне неинтересно знать то, во что не верили мои предки 400 лет. Я не хочу знать этого нового, не потому что я ретроград, а потому что я не хочу от них отрываться. Они в это верили, и я хочу в это верить. Можно считать это сумасшествием, но вот это есть интеллигенция национальная. Именно это. Это не отрицает, так сказать, поисков химических, физических, атомная энергия, биологические. Это абсолютно нет, не отрицает это. Это должен двигаться прогресс. Но если он не будет зиждиться, вот на этом пульсе, почему мы встали на дыбы, когда возник вопрос о переводе божественной литургии на русский язык, общепонятный язык, почему встали на дыбы, когда возник вопрос о том, почему бы не сидеть в церкви? Я помню, покойная Галина Вишневская об этом говорила, это понятно, но ничего страшного. Да, Серафим Саровский говорит, лучше сидя думать о Боге, чем стоя о ногах. Это правда. Но перевести на общепонятный русский язык, на современную литургию, это значит оторваться навсегда от всего того, что слышал Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов и так далее. Казалось бы, а мы же не понимаем. А дело не в этом. Это музыка, это музыка литургии, это музыка языка. И нам, повторяю, может быть я говорю совершенно полную чушь, но я абсолютно убежден, что лично я буду абсолютно по-другому себя чувствовать, если я в церкви услышу литургию на общепонятном, нормальном, так сказать, русском языке. Да, многие поймут о чем идет речь, а тут дело не в понимании о чем речь, а в ощущении бесконечности существования, так сказать, в одном ряду связанными вот этими невидимыми, но необходимо охраняемыми нитями, без которых практически мы в результате останемся той самой начитанной интеллигенцией, у которой не будет будущего. Простите. Спасибо. Спасибо. Ну вот вы как-то ответили своим выступлением на тот вопрос, который задали, от чего мы собрались. В принципе, как раз этого добивали, что от вас бы прозвучало это. Потому что, на самом деле, обозначились три точки зрения на интеллигенцию, что это такое. Первую точку зрения представили вы, потому что вы чуть раньше сказали про идеологию, про ценности, да, вот эти вот нити, про которые вы сейчас говорили. Это один подход. Интеллигенция или интеллигентность, точнее, это вот то, что связано с ценностями, с традицией и прочее. Второй был подход. Вот Михаил Васильевич просто фразу произнес неосторожную, сказав о том, что это совестливый ум, совестливый интеллект, да, и тут же получил, как бы, от оппонента другую версию, которая говорит о том, или согласен, как я понял, Дмитрий, что интеллигенция, в принципе, это вот неадекватный, та самая неадекватная социальная группа, вот, если она неадекватная социальная группа, а фильмы надо производить и книги нужно писать, тогда возникает вопрос, кто этим будет заниматься, и это не интеллигенты или ремесленники какие-то. Вы только смешали две действительности. Михалков говорил об идеальном представлении интеллигента. Я пока ничего не смешиваю. А я описывал реальность того, что есть. Ну, что реальность мы знаем. Я по какому здесь не противоречит, абсолютно. Да, про реальность мы знаем. Значит, куда надо двигаться. Вот в данном случае некоторый вектор обозначен. Павел, давай. Я представлю немножко другой подход, немножко другой взгляд на данный феномен. На мой взгляд, феномен интеллигенции, феномен, ну, прежде всего, конечно, когда мы говорим об интеллигенции, феномен русской интеллигенции заключается в том, что этот класс или эта прослойка, я, кстати, в этом не вижу ничего уничижительного, создает сложность социальных отношений, буквально вклинивается, да, в систему власти масс, в систему начальников, в систему подчинений. Потому что ведь с точки зрения и абсолютизма, и с точки зрения и капитализма, ну, интеллигенция как класс – это нонсенс, да, это люди, которые претендуют на формирование смыслов, претендуют на некоторую там совесть нации и так далее, при этом не обладают ни соответствующим социальным статусом, не обладают соответствующим капиталом. Вот и с точки зрения, как бы, да, абсолютизмской модели, с точки зрения модели капиталистического общества, интеллигенции – это нонсенс, который, в общем-то, не может существовать. Но своим существованием интеллигенция, да, она вот это вот противоречие общественное, вот это вот создает вот эту сложность. И другая проблема, на мой взгляд, заключается в том, что исторически в России, как бы, да, главное противоречие интеллигенции заключалось в том, что, с одной стороны, и власть, и общество было заинтересовано в интеллигенции, интеллигенция была востребована, вот, да, как та самая совесть, как создатели смысла. А с другой стороны, при этом же вытеснялась на периферию общественной жизни, вытеснялась на помойку. И в этом смысле, подчеркиваю, в этом смысле борьба интеллигенции с государством, как такой фирменный конек русской интеллигенции, она, в общем-то, соответствовала интересам вот этого класса. Другое дело, проблема исторической трагедии интеллигенции заключалась в том, что ее ставка на либеральную демократию, на капитал, на капитализм, означала исторический проигрыш интеллигенции. Это сегодня особенно видно, потому что при, там, неолиберальном капитализме интеллигенция не нужна. Вот, потому что с функцией развлечения общества, с функцией пиара, с функцией каких-то смыслов, ну, шоу-бизнес и спорт, в общем-то, справляются замечательно. Да, при современном капитализме интеллигенция умирает, она просто становится невостребованной. Невостребованная, как бы, не только властью, это, кстати, я считаю, куда не самая большая беда интеллигенции, там, есть деньги или нет деньги. Она невостребована обществом, потому что само общество деградирует, и, да, те смыслы, там, та совесть, то есть она просто, как бы, да, целевая аудитория умирает и просто не нужно. И вот здесь в зале прозвучала, да, как бы, такая реплика, что давайте говорить о будущем, о настоящем. Вот мы, как бы, да, общество в целом, если брать мировой процесс, входит в фазу посткапитализма, да, посткапиталистического общества. Одной из черт, ну, это, конечно, очень дискуссионный вопрос, но, на мой взгляд, одной из тенденций, характерных посткапиталистического общества, является максимальное упрощение всех социальных отношений, аннулирование всех прежних социальных статусов и доведение модели общества до предельно простой модели власти и подчинения, где есть подчиняющееся большинство и, да, очень маленькая управляющая надстройка без какой-то социальной сложности, которую мир достиг в 20 веке под воздействием самых разных факторов, в том числе и русской революции, да, участниками которой была интеллигенция. Поэтому, на мой взгляд, вот политическим соблазном сейчас было бы делить интеллигенцию на правильную и неправильную, либеральную и нелиберальную, на, там, серебряковую и несеребряковую, как бы, да, в конце концов, на интеллигенцию, как некоторую, там, защитницу традиционных ценностей, креативные классы, которые эти ценности разрешают, но, на мой взгляд, вот, ценность сохранения интеллигенции для России заключается именно, как бы мы к ней не относились, да, интеллигенция может быть приятной, может быть неприятной, интеллигенция может критиковать власть, но может критиковать и общество. Вот, да, ценность вот этого неприятного, там, да, какого-то неудобного класса, неудобной прослойки для нас сейчас заключается в сохранении хоть какой-то сложности общества, вот, каких-то вот этих вот прожилок, каких-то полутонов, каких-то нюансов. Спасибо. Ну, Павел Евгеньевич, у нас технократ, такое технократическое выступление, мне кажется, он об образованцах все-таки говорил, а не в интеллигенции. Павел Евгеньевич, давайте, вот вы как гуманитарий. Спасибо. Ну, я тут буду как-то и продолжать со всеми развивать мысли, и, может быть, что-то спорное скажу. Ну, вот, все-таки, в первую очередь, Николай Сергеевич, здесь мы, я так вижу, мы собираемся для того, чтобы в первую очередь понять, что происходит, вообще что есть. Понимание, все-таки, для Зиновьева это была главная категория понимания. И, так или иначе, вот в этих всяких разных точках зрения вырабатывается вот это некое представление о той сущности, о том явлении, которое выносится в заглавие каждого заседания. И вот сегодня я согласен с Дмитрием Евгеньевичем, что, конечно, есть необходимость, опять же, все-таки вчитаться в том, о чем речь идет. И я бы сосредоточил свое внимание сейчас не на второй части вот этого ума, а вообще вот на этой формулировке российская интеллигенция сегодня. Потому что мне представляется, что это такая довольно сложная формула со множеством неизвестных. И все вот эти компоненты, и сама по себе интеллигенция понятий, понятие российской интеллигенции, понятие российской интеллигенции сегодня, это все неоднозначно и все очень, очень неточно, все очень приблизительно. Вообще вот интеллигенция, слово, которое мы так сегодня употребляем легко, притом мы называем и говорим про интеллигенцию начала 20 века, говорим про интеллигенцию конца 20 века, как будто это одно и то же явление, как будто это вообще однотипные явления. Все-таки в советское время, да, интеллигенция, она имела хоть какой-то там терминологический, пусть там псевдонаучный, но тем не менее смысл, да, определялась вот в этой структуре классовый, да, класс рабочих, крестьян, и там прослойка социальная и так далее. Сегодня, когда, в принципе, происходит вот это вот размывание этого всего категориального аппарата, мне представляется вообще вот это социологическое звучание просто, так сказать, аннулировано. Можно говорить об интеллигенции как некой вот такой профессиональной страте, да, то есть это вот люди, которые занимаются производством интеллектуального продукта, производством, обслуживанием и так далее. В этом смысле еще, так сказать, можно говорить о тогда интеллигенции там начала XX века, середина XX века, конца сегодняшней интеллигенции российской. Вот в таком очень каком-то определенном аспекте. Замечу также, что интеллигенция это такое обобщающее существительное, предполагающее некое множество. Но давайте возьмем в единственном числе слово интеллигент. И мы увидим, что интеллигент и интеллигенция, при том, что это однокоренные слова, и вроде бы интеллигенция это множество интеллигентов, совсем не так. Вот здесь вот мы с вами собрались все, мы можем себя причислить, да, к интеллигенции. Да, вот мы люди действительно интеллектуального действия, какой-то продукт производим. Но каждый ли из нас вообще является интеллигентом? Потому что интеллигент это все-таки еще и определенный психологический тип, да, определенная модель поведения, да, вот такие понятия там со словом интеллигент неразрывно связаны, как там воспитанность, да, культурность, ну и так далее, и так далее. Вот такой целый большой комплекс, каждый может пробовать. Вот сегодня звучали прекрасные формулы, да, ответственность, совесть, милосердие. Можно набрать еще некий комплекс, относящийся к интеллигенту. Вот если мы возьмем и каждый себя проверим, вписываемся ли мы в эту модель, условно говоря. Но это опять же к тому, что тут очень все непросто. Мне хочу напомнить, что само явление интеллигенции, русской интеллигенции, как известно, это только сугубо русское явление, да, Запад такого явления не знает. Это, я думаю, связано с историческим фактом, собственно, отмена крепостного права, да, она появляется в конце действительно XIX века как результат, как некое обновление дворянского сословия, да, когда дворянство наконец освободилось от позора крепостного права, от пороков этого крепостного права. произошло некое обновление самой формулы вот этого нового служения Отечеству, государству и уже вне вот этой вот сословной зависимости. И были снова востребованы вот эти качества, которые и унаследованы, даже не востребованы, а унаследованы качества дворянской культуры. И интеллигенция вот этого, первичная, первоначальная интеллигенция, это именно вот такой формулы обновленного дворянства, если можно так сказать, да. И она в определенной среде возникала. Она возникала действительно под мощнейшим воздействием дворянской культуры, выраженной в первую очередь в русской классической литературе. Как мы знаем, она у нас в основе всего лежала, да. И таких мощных фигур интеллектуальных и аристократических по своему духу, как Пушкин, Достоевский, Толстой, конечно, в первую очередь Тургенев. Но потом, что происходит после революции, происходит стремительная демократизация общества, и вот эта среда, в которой формировалась и возникала и профессура, и другие представители русской интеллигенции, служившие Отечеству, и сохранявшие при этом вот этот вот набор личностных черт. В условиях этой даже не столько демократизации, даже люмпинизации сообщества становится возможным отказ от вот этого комплекса дворянских понятий и типа поведения. Кто-то сохраняет, оно там, так сказать, видоизменяется. Но на самом деле становится возможным, что да, а зачем это, зачем честь, зачем совесть, доблесть, милосердие и прочее, и прочее, когда можно вот действительно одним интеллектом. И выходит на первый план именно вот эта вот составляющая, да, ну интеллектуальная, ум, да. И не случайно появляется действительно то явление, которое Александр Александрович назвал образованщиной. И отделив его интеллигенции, он уже тогда увидел и понял, и осознал, что действительно это уходящая натура. И сегодня я боюсь, что мы даже и об образованщине говорить уже не можем, потому что мы на прошлом нашем заседании как раз обсуждали проблемы науки, образования, да, и видим, что и этот, как сказать, рубеж тоже уже, так сказать, пал. И тут уже происходит распад вот этого типа существования. И я согласен совершенно с тем, что Михаил Васильевич с вами, что мы находимся сейчас в эпоху заката интеллигенции, вот как этого особого явления, действительно уходят последние, сегодня не случайно у нас вот такое начало, оно было очень красивое, как раз, да, такой, как эпиграф к нашему заседанию, рассказ о одном из ушедших последних, может, одного из последних, да, интеллигентов. И мы должны просто отдавать себе в этом отчет, не строить иллюзии, и не строить иллюзии относительно того, что будет какая-то эта сложность. Не будет этой сложности, увы, все. Будет другая сложность, она будет, наверное, тоже, так сказать, как-то жить по своим законам, но ее будет образовывать и определять уже другой, так сказать, круг действующих лиц, наверное, финансовых, экономических, каких угодно. Счастье или горе от ума? Всегда было горе. Во многих знаниях много печали, да, как Пушкин писал, «Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать», это у него, так сказать, синонимы мыслить и страдать. А сегодняшний вот этот мыслящий человек, человек, который пытающийся себя выстраивать по той модели, которую он пытается реконструировать по уже памятникам литературы и историческим документам, по памяти исторической в своем каком-то поведении, он одинок. И поэтому, да, счастье, это, конечно, всякая, так сказать, мысль доставляет удовлетворение. Мы с вами сейчас общаемся и получаем от этого счастье. Но это счастье, вот оно в пределах нашего круглого стола. Павел Иванович, позвольте, не в качестве возражения, а в качестве напоминания. Помните, Вы Вашу совершенно фантастическую статью, посвященную 95-летию, не перебивайте, пожалуйста, оратора, Вы назвали «Счастье». Да, это касалось особой личности, личности Александра Александровича, который действительно в таком интеллектуальном напряжении находил вот это великое удовлетворение. Но надо ведь помнить, что это тоже удел избранных. Да, вообще мыслящий человек, интеллектуальный человек, думающий человек, он все-таки получает счастье тогда, когда его идеи, когда его проекты, когда его какие-то, так сказать, замыслы реализуются. От самого процесса получать удовольствие только немногие могут. Вот сегодня возникало имя Корина. Я вспомнил сюжет, рассказывал художник Виктор Пивоваров, который учился у Корина, как они когда-то получили заказ на оформление одной из станций метро, и много работали группы, потом защищали, соответственно, худсовете на каком-то. И в итоге не был принят этот проект. Вот все вышли такие расстроенные, ну как, много работали. И только Корин один, посмотрев на этих вот всех своих молодых друзей, сказал, зато хорошо покомпоновали. Понимаете, вот хорошо покомпоновать, это тоже удел, вот получить удовлетворение от этого, это тоже удел немногих. Поэтому, да, Александр Александрович счастье от ума, безусловно, так сказать, испытывал. Но способны ли на это счастье вот массы интеллектуальные? Спасибо. Еще один выступающий, Тимофей Николаевич. У нас сегодня очень много желающих выступит среди гостей, поэтому, Тимофей Николаевич, Немножечко, нет, 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 компактно, скомпоновать, скомпоновать. Спасибо. Ну, я, во-первых, отвечу на вопрос Никиты Сергеевича, я считаю, что он очень правильный. Чего мы тут собираемся, зачем? Ну, и, естественно, это мое мнение, и то, почему я сюда хожу. Я отношусь к нашему клубу или кружку как к философскому. Это не означает, что мы не занимаемся идеологической работой, напротив, большинство, ну, участников этого организма, они не просто работники на какой-то идеологической работе, они скорее деятели идеологии, в том смысле, что они делают это не по долгу службы, а просто потому что, ну, можно сказать, по призыванию и в силу истории своей личной, но, во всяком случае, в отношении меня это точно так. Вот, но работать в сфере идеологии, особенно если ставить задачу ее развития, изменения, построения и так далее, ну, невозможно без философского фундамента. И в этом отношении наша, там, какая-то кафедральная, институтская, университетская философия мало что дает. Вот, в России есть другая философская традиция, которая начинается от Зиновьева, она никак не заканчивается. Это вполне себе публичная и практическая философия, и, ну, имена эти всем известны, но я просто назову их еще раз, чтобы это было понятно, как у меня говорят, это Щедровицкий, Мамардашвили, это Грушин, это Лефевр, еще целый ряд людей. Ну, и я, в частности, принадлежу к такой философской школе. Значит, ответственно могу сказать, что единственное у нас учреждение, общественное и публичное, которое как-то пытается вот, философское рассуждение проводить так, чтобы оно было актуальным и значимым для постановки целей, например, или разрешение каких-то дилемм или проблемных ситуаций. Значит, ну, другого нет, кроме вот Зиновьевского клуба. Если исходить из критериев публичности и практичности, ну, уж какой уровень нашего этого философского кружка, это, как говорится, не нам судить. Возможно, что после нас будут люди, которые решат, так сказать, проблемы, а мы, может быть, даже их и не поставим, тем не менее, других философов у нас для вас нет, Никита Сергеевич. Вот. Теперь, то есть мы таким образом здесь все-таки стараемся заниматься прояснением понятий, методов мышления и приемов интеллектуальной работы. То есть умом занимаемся, как можем. Сколько у нас его есть, столько можем и показать. Никак не более того. То, что коллеги сделали два доклада аж по теме интеллигенции, ну, действительно, вопрос вроде как решенный, с одной стороны. С другой стороны, видимо, беспокоит очень сильно. Ну, как? Ну, значит, они должны высказаться и свою беспокойность превратить в некоторое рассуждение и аргументацию. Вот они это сделали. Вот. Ну, я считаю, что любое объективное или объективистское обсуждение темы интеллигенции, оно полезное и понятно почему, потому что это часть нашей истории. Мы никогда не закончим, так сказать, это выяснение, как и любое историческое исследование. Ну, субъективистская трактовка этого термина очень вредная, потому что она представляет из себя самоназвание, но и вот человек, который приходит и прямо, или не обязательно прямо, о Козе, она говорит, знаете, а я интеллигент. Из этого много что следует для бюджета, для культуры, для вас, дорогие собравшиеся. Уже интеллигент. А, вы меня можете обидеть, ну, естественно, интеллигента может обидеть всякий. Но имейте в виду, что интеллигент это я. Мне всегда хочется узнать конкретную, ну, культурно-техническую или духовную, или иную какую-то умственную профессию, или несколько профессий, которые реализует этот человек. И предложить всегда этому человеку заменить свое самоназвание на нормальную профессиональную декларацию, а что, собственно, я делаю. И горе от ума возникает тогда, когда такое самоназвание или самоидентификация, которую пытаются выставить как самоопределение, которым она, безусловно, не является. И если это начинает эксплуатироваться в сколько-нибудь значимых масштабах, то это очень и очень вредно. В той мере, в которой, ну, речь идет о совести, ну, все-таки это инстанция абсолютно самостоятельная от ума. И уж никак не может быть никакого совестного ума или умной совести. Это абсолютная чушь. И не надо засорять подобными конструкциями ни дискурс, ни мышление, ни речь даже простая. Но всему свое место. Ну, мне кажется, тут на этот счет все понятно. Я бы добавил только одно. Ну, все-таки надо определиться, исповедуешь ты принцип свободы совести или нет. Да, ну, по-разному может быть. Вот я, например, все-таки считаю, что совесть должна быть свободна. А следовательно, она никому не может принадлежать. Ну, не может быть такой прослойки, страты, класса, партии, правительства или иной инстанции, которая скажет, что это она, это совесть. Даже путем того, что она будет мучиться и чувствовать вину определенную. Потому что это такой способ навязывать себя. Довольно известный, хорошо уже, так сказать. Я себя чувствую виноватым перед тобой, поэтому я буду тебе говорить, что тебе делать. Потому что я лучше тебя, могу быть твоей совестью. Ты же не чувствуешь никакой вины, а я чувствую. Ну, и так далее. То есть тут психологический, социально-психологический механизм этого хорошо описано в литературе. А вот в практике это встречается очень часто. Поэтому хотелось бы, чтобы мы не попадались в эту ловушку сами и не особо сочувствовали тем, кто занимается этим мелким. В США это есть даже название, это этический бизнес. Ну, Ката Лайф Спринг города шестолпопланетия, сейчас он запрещен, слава богу. Ну, то есть это судьба всякого этического бизнеса. Рано или поздно даже социальная система дойдет до того, чтобы запретить это. даже еще до этого эти люди все равно их, так сказать, накажет процесс за самозванство. Вот и все. Поэтому интеллигенция, да, она есть как явление. То есть мы, не дай бог, сами про себя начнем такое говорить, что мы интеллигенция или там есть какие-то критерии интеллигентного воспитания. Да, совесть надо просто иметь и душу свою ценить. О чем вот Никита Сергеевич, мне кажется, хорошо сказал. И не попытаться поместить их в какие-то несоразмерные им ментальные конструкции, в которых они не помещаются, потому что у них другой способ существования исторический. Спасибо. Я бы предложил... А, ну давайте тогда вот Михаил и Владимир, буквально по минуте. Мне бы прекрасно... У меня просто буквально на одну минуту комментарий. Ну, во-первых, я позволю взять на себя смелость и предположить, что, наверное, все-таки мы собрались не только для того, чтобы просто приятно пофилософствовать, что такое интеллигенция. И я думаю, что, наверное, действительно Зиновьевский клуб... это комментарий на моем выступлении? Нет, 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 нет. А я так это воспринимаю, извините, потому что это я здесь сказал, что мы собрались пофилософству. И я точно за этим сюда пришел. Если вы нет, то вы не по адресу. Смотрите, дело это крайне неприятная философия. Крайне неприятная. Жесткая, потому что она имеет дело с истиной и не в том измерении, в котором она доступна совести истинно. Понимаете? Я хочу... Извините, вы там на Гельмана сослались. Я промолчал. Но, знаете, если вы пришли за деньгами, не называйте имени жулика, которого изгнали отовсюду, где он заполнял технологов в свое время. Вы не начинайте с этого. Мне было стыдно, когда вы это говорили, за этим столом. Что я сижу с вами за одним столом, а вы говорите вот такие вещи. Называйте такие великие имени. Нет, но, во-первых, я не знаю, вы, кажется, вы жили как раз наоборот. Тимофей, наличие. Хорошо, я надеюсь, что вы не поняли. Договорите, я не дам, потому что это комментарий по поводу моего выступления. Нет, вообще, комментарий. Договорите. Выступайте от себя. Комментируйте, пожалуйста. Комментарий, да, я прошу, быть честны. Вы же комментируете меня, но скажите честно, что вы меня комментируете. Вообще, я хотел прокомментировать не вас, а я хотел прокомментировать господина Куликова. А кто еще здесь говорил про философский? Тимофей, выключи, пожалуйста, свой микрофон. Извините, у нас не телевизионная площадка. Выступающий имеет право на последнюю реплию. Я буквально украду одну минуту. И, собственно, я хотел сказать, что это скорее даже до комментариев, что говорил господин Куликов до этого, что, наверное, все-таки задача клуба «Идискуссии» – это формулировать некие государственные задачи, задачи для государства, то, что должно быть услышано. Упаси меня Господь, кто я такой? Ну, позвольте, я продолжу. Дальше я просто хотел вам возразить, что все-таки как таковой ум, ну, я вас, по сути, я вас не перебивал, уважаемые коллеги, я вас не перебивал несколько раз, позвольте. Во-вторых, все-таки понятие ум, ум не является, наверное, самоценностью. Но также, как я позволю себе сказать, что, наверное, и прогресс как таковой не является самоцелью. И уж, наверное, если мы, там, говорим о таких именах, о таких именах, как… Ну, позвольте, коллеги, коллеги, ну вот интеллигентность, да, это прежде всего, по крайней мере, да, не перебивать человека, который, ну… Вот, и, наверное, да, наверное, да, такие имена, как и, там, и Гельман, и Серебренников, ну, наверное, они очень умны и прогрессивны. Ну, мы как раз, ну, мы как раз говорим… Работаю через все, потому что он там прострафился, так и сухо. Вот, ну, мы как раз говорим о… Ну, жулик, Владимир, ну, мы не… Владимир, ну, мы не на ток-шу, да, я просто… Владимир, на вашем месте я бы просто прекратил выступление. Ну, все, спасибо, спасибо, Владимир, спасибо. Вам не дают выступить. Так, давайте, давайте перейдем к обсуждению. Пожалуйста, выйди, 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 Тимофей. Если не хочешь, чтобы другие обсуждали тему, выйди. Хотел бы предложить выступить Нигматулину, господин Нигматулину. Извините, не помню, как вас зовут. У вас три минуты. Я хочу… Почти 10 лет тому назад написали брошюру. Называется она «Проблема модернизации России». Она сначала была на названии «Что нам не нравится в российской интеллигенции?» И второе, что надо делать. Не нравится в российской интеллигенции шарахтание. Вот правильно сказал Никита Сергеевич? Вот я могу вспомнить и моего деда, там целая история, не шарахтался, когда его сын женился на русской. Более того, не только женился, ладно, на русской, но и православие принял. То есть он поменял веру предков. И вот наша российская интеллигенция так и мечется. Я говорю, это вот… Сначала мы любили Горбачева. Помню, Михаил Ильянов выступал «Как нам спасти Горбачева?» Потом шарахтались к Ельцину, а получили то, что сейчас получили. Я говорю о интеллигенции, которая называется вузовской, научной, вот меньше, вот той, гуманитарной, которая больше всего пострадала. Вот сегодня недавно встречался в Академии МАУ с этими завкафинами, преподавателями экономики, управления. И говорю, ну как же вы так учите своих студентов? Во-первых, они все не идеализированы. Идеология запрещена. Но вы же… Ваша зарплата профессора в 10 раз меньше, чем депутата Госдумы. Кто вас защитит? Это в советское время, это самые элиты, профессора университетов, вузов. Элита. Кто вас сейчас защитит? А мы не будем это, бузатеров, воспитывать. В другом случае это сказали. Полминуты у вас. То есть это в результате того, что спрашивать о российской интеллигенции, вот о всей массе, нечего. Мы можем только молиться на тех ушедших, как Александр Зиновьев, как Фалина, как выдающихся интеллигентов и советской, и, может быть, вот сейчас постсоветской эпохи. Но в основной массе народа растеряно, разубожено, растеряло свою, самому сказать, ответственность ее, совесть. И самое главное, еще одну есть функцию – просвещение народа. Вот и то, что интеллигенция в широком смысле должна обеспечить скрепы нашего российского русского народа, вот этого скрепа, вот этого российского, вот этого тоже нет. И вот это ответственности нет. И вот самое главное в этом кругу, что я хотел сказать, что это надо обсуждать. Это ставит во главу наших обсуждений ответственность интеллигенции. Спасибо. Спасибо вам. Андрей Филинг, где он? Пожалуйста, сюда можно. Спасибо. Прежде всего хочу напомнить, что слово «интеллигент», я не говорю, буду говорить «интеллигенция», это латинское слово, которое означает «думающий», «понимающий», в общем-то. Что такое интеллигенция? Этимология идет от греческого «интеллехии», как известно. Это слово ввел Аристотель впервые. И это означает не что иное, как цель и достижение этой цели внутри самого человека. Это вот сказано в его трактате о душе, в частности, и во многих других его работах. И именно вот этимологически, наверное, нужно понять, что именно от этого нужно идти. Если рассматривать это явление с логической точки зрения, как прослойка, либо как класс, об этом прекрасно написал уже Александр Александрович Зиновьев, когда назвал это явление термином «идеологенция», я не буду долго объяснять об этом, просто отсылаю вас к его работе «Русская трагедия». Я бы хотел сказать вот о чем. Сегодня мы празднуем большой, великий, наверное, юбилей. Интеллигента, человека, который очень много сделал для России, как поэт и как дипломат. 190 лет, ровно 190 лет и 5 дней прошло с 22 февраля по новому стилю, как в местечке Туркман-Чай был заключен мирный договор. Это в Персии, как известно, неподалеку от Тебриза. Его заключал граф Иван Паскевич с русской стороны, с российской стороны. А, собственно говоря, текст мирного договора, тот текст, который положил окончание русско-персидской войны 1826-1828 годов. Эти параграфы, 16 параграфов, редактировал и составлял никто иной, как Александр Сергеевич Грибоедов. У нас в неявном виде задана тема «Горе или счастье от ума», поэтому мы не можем обойти вниманием это имя. И, собственно говоря, я хотел пару слов. Да, и в том же 1828 году булгаринская редакция «Горе от ума», последняя его редакция этой бессмертной комедии, тоже была написана так, что еще один юбилей 190 лет. Так что произошло в этот день? Интеллигент Грибоедов сделал так, что армяне возвратились. Я вкратце очень, я не буду говорить про доминирование России на Каспии, да, это все было, да, граница стала проходить по реке Аракс, и прочее, значит, Нахичеванское и Ереванское ханство отошли к России. То есть сделано огромное количество, сделано огромное просто достижение для России этим дипломатам и этим человекам. С другой стороны, «Горе от ума», с другой стороны, это вот бессмертная комедия. Еще немножечко, значит, вот Никита Сергеевич говорил вот об этом кино, прекрасном, да, вот моменте, эпизоде, действительно кино. Ведь цель и полагание внутри человека, внутри человека происходит. Это, собственно говоря, родница с темой катарсиса, да, это вот очищение по путем, вот, то есть, когда растет дерево, что такое интеллигия, да, это когда из семени возникает дерево. То есть вот этот процесс, это энергетический процесс, по-моему, Никита Сергеевич говорил об этом же, вот этот процесс, когда вот этот рост дерева, это внутренний рост этого человека, который стоял перед этим окном. То же самое делал Грибоедов. И что больше? Его любовь к Нине Чевчевадзе, к его молодой жене, его любовь к его единственной, в общем-то, хотя он написал еще и несколько стихов, и незаконченную, как из ее, и еще одну поэму не изданную, его любовь, вот, когда он вершил эту комедию, когда он говорил, что он поэт, прежде всего, или дипломат, который сделал столько, сколько, наверное, ну, вот, тем более символично, что сегодня уже говорили еще об одном интеллигенте великом, о Валентине Михайловиче Фалине, тоже дипломате, опять же. Я завершу. Ну, и все-таки горе или счастье от ума, да, мы должны придерживаться темы дискуссии. Ну, для кого-то действительно, наверное, горе. И, скорее всего, человек, который является носителем вот этой самой интеллигии, да, для него в историческом контексте, в его собственном личном контексте, конечно, горе. Не будем вспоминать, что произошло, точнее, надо вспомнить, что произошло с Грибоедом год спустя, когда он был уже руководителем российской миссии в Персии. Но, тем не менее, он обеспечил то, что русское, российское присутствие в регионе, в Закавказском, стало доминирующим, и англичане отошли, в общем-то, ну, уступили своей позиции. И геополитическое равновесие было восстановлено. А англо-персидский заговор, да, и, в общем-то, результатом этого заговора пал великий дипломат. А счастье от ума, наверное, а счастье, извините, наверное, вот, должны испытывать мы с вами, глядя вот на этих людей, на этих личностей, и когда Александр Сергеевич говорил, где укажите нам Отечество, отцы, которых мы должны принять за образцы, наверное, вот это и есть те самые Отечества, отцы, вот на которых следует равняться. То есть настоящие интеллигенты, настоящие люди, которые обладают вот этим качественной телехией. Валентин Михайлович, Александр Александрович Зиновьев, Валентин Михайлович Фалин, Александр Сергеевич Грибоедов. Я не буду продолжать этот ряд. Спасибо. Валентина Михайловна. А, Анастасия Михайловна, извините. Да, пожалуйста. Я хочу ввести вас в контекст, в котором можно выстраивать причинно-следственные связи. Потому что, когда обсуждаем и говорим, вот момент, где мы можем говорить о чем-то значимом. Вот момент, когда мы можем говорить о чем-то значимом. А вот как мы определим, что это значимо и что незначимо? Для этого нужно понять основная слабость интеллигенции. Какая? Тех людей, которые называют себя интеллигенцией. Они претендуют на то, что если они изобличают зло, то они правы. А что есть зло, они считают, что это им дано знать. На самом деле, вообще говоря, эту тему закрыл первым Кант, когда в своем пролегоменах насказал, что умозрительное знание недостоверно. Для того, чтобы оно стало достоверным, вам нужно заняться категорическим императивом. То есть пониманием всеобщих законов существования людей. Если вы этого не понимаете, и свобода воли именно в этом, что вы свободны следовать этим законам или не следовать, но их познавать очень непросто. И все 19 век, надо сказать, был поражен именно этой мыслью. И споры, и порождение. Гегель первый ответил. Фауст, где-то посвящен именно этой проблеме. Гегель сказал, в науку логики создал. Почему? Потому что логика безразлична к тому, что ей все равно конечен мир. Но главное, чтобы он не был конечен и бесконечен одновременно. А вот, и об этом пишет, надо сказать, Альсан Саныч в своем логическом интеллекте. И поэтому вы, когда называете явления, которые вас восторгают, которым вам делают жизнь вашу осмысленной, ну вы ничего не можете решить. А как эти явления появляются? А появляются они когда? Когда люди могут вычислить, а что следует? Причинно-следственная аналитика займутся. И мы можем тоже понять, а что нам следует впереди делать? Почему интеллигенция сходит на нет? Потому что теперь, пока люди решали, управленческие решения принимали между собой, то все в силе и лидерских качеств людей, которые решали проблемы. Но сейчас человечество себе такую роскошь позвонить не может. Потому что мир действительно стал единым и геологически, как говорил Вернадский, опасным. Поэтому есть, и вы уже называли последователей человека, который впервые тоже ответил на Канта, из него вырос и Флоренский. Это Фёдоров. И это русский космизм. Когда он сказал, а он вырос, в свою очередь, из Сергия Радонежского. И ещё он, который говорил об общей идее, что мы должны быть едины, как троица, а не распадаться, что в этом только спасение. И он выстроил философию общего дела. И знаете, какое он дело назначил человечеству? Покорение космоса, освоение. И только это позволит вам, у вас расширятся горизонты. Когда вы себе ставите, что вы правы, вы закрываете свои интеллектуальные горизонты, ваш ум становится бессилен. Для того, чтобы он развивался, вам нужно ставить высокие горизонты. А горизонты, сколько я денег получаю, если ты мне не платишь 100 тысяч, я тебе Нобеля не сделаю, ну, будет Шнобель. Так что я думаю, что здесь есть о чём поговорить. И интеллигенция, если... Не зря же Вернадский поставил проблему ноосферы, что на самом деле ближайшее, и все наши ближайшие открытия будут связаны с ноосферой. То есть как работает интеллект. Вот. И если мы решим, мы поймём, что мы за люди. Но никогда не забывайте о том, что мы люди космоса. Спасибо. Но мы уже исчерпали время. Тем не менее, вот попросим Никита Сергеевича последнего. Я, к сожалению, должен идти... Я прошу меня извинить. Я, так сказать, может быть, ворвался не так, не тогда. Но мне из всего сказанного, я вообще со многим могу согласиться, хотя, может, это и не имеет значения никакого, мне показалась очень важная мысль о метании. О метании. Это очень важная мысль. Поэтому, мне просили сказать завершающее слово, что ли, с моей стороны, потому что я ухожу. Пришло время определяться, господа. Пора определяться. Потому что, как сказал Александр Сергеевич Грибоедов, колебания умов ни в чём не твердых – это черта нашей интеллигенции, которая приводит именно к тому, к чему она приводит в самых тяжёлых, так сказать, ситуациях в стране, ко всем катаклизмам. Так сказать, мы пскапские, помните, мы пскапские, надевает красный бант, потом снимает, кто пришёл. Вот это вот метание интеллигенции с одной стороны, а с другой стороны желание интеллигенции подмять под себя власть. До тех пор, пока власть будет бояться элиты, в большой стране покоя не будет. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые участники, уважаемые друзья, уважаемые соратники, мы помним, с чего началось наше заседание, с минуты памяти в честь Валентина Михайловича Фалина. Я хочу озвучить предложение, которое пришло от самого молодого члена нашего Зиновьевского клуба, от Ксении Зиновьевой. Речь идёт о молодом человеке, у которого есть адекватная реакция на происходящее, на несправедливость происходящего, на недододанность происходящим. И Ксения предложила выступить с идеей установления особой мемориальной доски здесь, на здании, в бывшем здании АПН, на нынешнем здании МИА «Россия сегодня», где на площадке размером, может быть, два, может быть, один квадратный метр. Мы постараемся вместить всю нашу страсть и благодарность Валентину Михайловичу Фалину. Это первая часть. Вторая очень короткая. Мне понравилась одна фраза Громши, и я её с удовольствием прочитаю. Не хочу выдумывать и додумывать. Громши, который определил практическую сущность интеллигенции. По его мнению, интеллигенция формирует культурное ядро общества. Это совокупность представлений о мире, о человеке, о добре и зле, прекрасном и отвратительном. Множество символов и образов, традиций и предрассудков, знаний и опыта многих веков. Пока это ядро стабильно, в обществе имеется устойчивая коллективная воля, направленная на сохранение существующего порядка. Где, в какой стране, а теперь я уже просто обращусь к нашему сегодняшнему дню. Где, в какой стране образованнейшая часть общества, интеллигенция, желала бы поражения своему государству в войнах и конфликтах? Сам по себе лозунг «Патриотизм. Последнее прибежище негодяев», который использовала наша ведущая интеллигенция, возглавляемая Познером, вы знаете, это позорнейшее определение, наложившее клейму, просто действительно позора на всех тех, кто думает, кто беспокоится, для кого честь и совесть. Наши эпохи, нашей страны – это не какие-то абстрактные понятия, а это понятие, как ты живешь и действуешь по жизни, когда ты будешь в состоянии ответить своим собственным детям и внукам, почему все так было плохо, а где был ты? Спасибо вам большое. До следующей встречи на следующем Зиновьевском клубе в конце марта этого года. Спасибо всем-всем участникам. Спасибо России сегодня, которая предоставила нам такую фантастическую площадку. Потому что это Россия сегодня. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...